На этом дворе не только дрова, но еще и больше 300 топоров. Например, эту бабочку использовали скандинавы, когда рубили лес. Когда одна сторона затупилась, сразу использовали другую. Вот и все. Готовят дровишки для бани. Иван Ивановича в Ивье уважают. В его дворе всегда громко. Делает новые топоры и приводит в чувства старые. Топоры, что я делаю, клен, ясень, кто просит березу, их раскалываю. Вот такие составляющие. Они 2-3 года у меня сохнут. Строгаю вот до такого состояния. Делаю заготовку. Ну, а потом вот этим рубаночком маленьким, вот этим рубаночком, вот-вот-вот, я им строгаю и осаживаю. А еще вяжут березовые веники для друзей. Неделю не поработает, руки чешутся. Делаю береза, полынька и пижма. Даже вон сейчас пахнет полынькой. Чуть-чуть веник, можете, чувствуется. Вот. И для дамских, для женских веников добавляю вишневый лист. Шесть лет назад мастер стал собирать эксклюзив. Друзья подарили парочку старых топоров и понеслось. Хотя любовь к дереву передали еще отец и дедушка – плотники. Люди мне приносят коллекционный топорик. Я им даю насажение на то, что вот теперь вот такой топор, чтобы им был какой-то символ не принести топор, не выбрасывать металлолом. Я когда в детстве маленьким был, годика 2-3, мама мне рассказывает. Я делал себе топор из щепку, там, пилу. У меня была ассоциация такова, что если мне будет свой топор, я буду взрослым мужиком. На пенсии старший прапорщик не скучает. Успевает решить дела в районном совете ветеранов и порадовать внуков. Этот топорик мне дед подадил в 6 лет. Уже рубил у него ветки, а еще учусь работать. Он сидит с нами в парилке, парится, как настоящий мужик, шапка, веник, все, и за руку взрывается с ним. У каждого инструмента своя полочка и история. Вот этим, например, делали човным. Такой парочкой тесали на витебщине стены, когда строили дома. Наши предки умели сварить кашу из топора. Самый старый топорик, даже три каменные, вот они, самые ценные для меня. Найден на территории нашего района, на берегу речки Апита. Вот это топор железнодорожный, царских времен, что называется, подтезка. Вот этим заготавливали лед. Рубили на речке, раньше холодильнику не было, ледовня так называемая, для хранения продуктов. К слову, иностранцев у Ивана Ивановича немало. Здесь и голландский скрюд. После него бревна становились гладкими, как шелк. И даже цыганский топор, при помощи которого колдовали над украшениями. Немало раритетов на Ильевскую землю принесли войны. Копали картошечку, его нашли, мне принесли. Я ее только очистил от этого грязи, от грунта. Чтобы можно было шлем кольчугу прорубить. Защитный панцирь на рицере. Саперная лопатка аустро-венгерской армии Первой мировой войны. На эти две лопатки наложили руку жена и дочка. Очень удобно им этими лопатками рассаду сажать. Помидоры, капусту, огурцы. Жена, кстати, тоже волшебница. Вяжет, вышивает, а недавно увлеклась ирландским кружевом. Вместе с мужем когда-то преподавали в школе труды и черчения. 40 лет, живот душа в душу. Мы этот дом сами, мы такой уже перестраивали. Вот я всегда люблю говорить, что ты меня любишь и ты для меня делай. А я говорю наоборот. Я тебя люблю, поэтому я для тебя делаю. Коллекционер любит проводить экскурсии в школах и выставлять своих работяг на выставках. Вот пойдет в коллекцию, видите, тоже делать лодки, надо вот сделать. Иваныч мечтает, чтобы внуки продолжили дедово дело. Кто знает, может, на Ивьющине когда-то появится уникальный музей топора. Ну иди, да, дедушка. Какой будущий мужчина с топором, да, и ты будешь с топориком. Безутка. Анастасия Макеева, Влад Кунейко. Новое утро.